Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим и наконец-таки у меня добрались руки реализовать самый полезный терлист в этой игре. После просмотра данного ролика вы точно уже будете знать какого героя стоит сделать первым из фракции превосходства и также из обычных фракций и какие герои поддержки используются как на старте, так и в поздней игре. Итак, давайте начнем с универсальной темы, это первый герой превосходства, то есть не только новичкам, чтобы это было интересно, но и также тем людям, которые уже стартанули и играют несколько месяцев, предположим. Выбор героя превосходства на самом-то деле зависит еще от вашей удачи и от тех героев, которые будут выпадать на вашем аккаунте со старта игры. Вы можете посмотреть, что в поддержке огромное количество киллеров используется на боссах и вообще в ПВЕ контенте. Это Сяшка, которая разгоняет урон на боссах, это Дрейк, который срезает всю защиту и также Роган, который дает отхил и также повышает урон. Это три киллера и это три самых главных саппорта, которые вообще есть в игре. Помимо этого им в помощнике можно также сделать и Такву, это из лучших героев для старта, которая будет заменять на первых порах Сяшку. То есть вы уже в принципе до первого героя превосходства можете сделать бомжи Сяшку, которая не хуже на самом деле, чем Сяшка, а в некоторых моментах даже и лучше. Это Итакву. Уже с помощью Итаквы можно закрывать и наносить огромное количество урона. И мы можем их охватить одной наукой киллеров. Это очень профитно, особенно на старте. Поэтому если у нас вот такой вот вариант, мы выбираем конечно же Сяшку. Далее второй вариант это Веса. На самом-то деле этот вариант скорее всего будет встречаться у большинства чаще, потому что Веса это герой поддержки и нам проще подстроить аккаунт именно под класс поддержки, а именно класс пастеров или жрецов. Называйте как вам удобнее. Преимущество Весы в том, что она в некоторых случаях даже будет наносить больше урона, чем Сяшка. Соответственно с помощью данного класса мы можем охватить таких героев как Оливия, Круз, Игнис, Андрей и также Аманрашка. Это саппорты. Ну давайте Аманрашку и Андрея опустим, потому что это герои Света и Тьмы, которые у вас не скоро появятся. К ним мы перейдем чуть позже. Но это потенциал на будущее. Задел на будущее. Что касается старта, то скорее всего у вас будет Эливия, какой-то Круз часто будет появляться и Игнис. С помощью этих трех героев дополнительных к Весе вы можете ее очень сильно бустить. Соответственно если киллеров у нас немного, выбираем второй вариант. И третий вариант это Халора. Это так сказать вариант для сверхразума. Что я имею ввиду? У нас есть такой контент как Земли Печати, в котором мы получаем довольно-таки много ресурсов. И с помощью Земель Печати Бездны их можно закрыть проще всего. Это самый простой вариант. И все эти варианты прохождения есть в Весоботе. Вы можете это найти по ссылкам в описании и по ссылкам, которые снизу под этими героями. Так вот, с помощью Дилациума закрываются Земли Печати довольно-таки просто 20 уровня. Вы можете в таком случае выбрать Халору. Что это вам даст? Земли Печати Бездны после 20 уровня, они самые простые. И вы сможете 21, 22, 23 и 24 уровень закрыть очень-очень быстро с помощью Халоры. Потому что после 20 уровня можно уже использовать Героев Превосходства в Землях Печати. Вот это три самых лучших Героя Превосходства для старта. Надеюсь, этот вопрос мы закрыли. Теперь же, что касается лучших Героев для старта из обычных фракций. На первом месте стоит Гаруда не просто так, потому что разработчики дают ее копии просто бесплатно за выполнение каких-то заданий на старте. Соответственно, данного Героя мы можем развить на 15 звезд очень быстро. И очень быстро по отношению к другим игрокам вы можете залететь во Врата Пустоты. Уже в них вы будете фармить Войд Контент и добывать Войд Осколки, которая позволит вам прокачивать Войд Науку Героя. И данный герой позволит вам фармить не только Войд. Этот герой также проходит Земли Печати 20 уровня Леса. Конечно, вам там понадобится саппорт в виде Ясновидящей и Рогана, которые показаны снизу. Но это очень-очень крутой и стабильный вариант. После Гаруды у нас идут герои, которые тоже хороши, но эти копии вы уже бесплатно не получите. Соответственно, вы будете зависеть от рандома. Итак, самый первый герой это Делациум. Этот герой примечательен тем, что он довольно-таки просто закрывает Земли Печати. И именно поэтому я его поставил на второе место. Соответственно, если у вас будут выпадать его копии, то смело можете его крафтить. И он очень круто синергируется так, и с помощью нее вы сможете наносить огромный урон на боссах. Далее у нас идет Элоис, которая тоже здесь представлена только потому, что она очень-очень просто закрывает Земли Печати 20 уровня. Буквально с оранжевой броней. Такое прохождение вы можете найти в Весаботе. Но минус этих Земель Печати в том, что они очень сложные после 20 уровня. И с большой вероятностью вы вот с этим билдом, которым пройдете 20 уровень, дальше уже подниматься не сможете. Сам герой Элоис, она также очень крутая в башне, в ПВП. Универсальный герой, имеет хорошую выживаемость. И в принципе вы будете довольны, если ее скрафтите. Далее у нас идет Итаква, это киллер Нежити, который отлично себя показывает в уроне на боссах. Она имеет в принципе самый лютый урон, особенно в совокупности с Дилациумом, который копирует ее постепенный урон. И за счет этого они оба начинают наносить просто космические какие-то цифры. Соответственно, если вам повезло на ее копии, то можем смело крафтить, потому что это еще один из самых топовых героев в Войд Арке. До появления Героя Превосходства она вам определенно пригодится. Поэтому можем собирать. И самый последний герой для старта, которого я выделил, это Герой Света. Вы его, конечно, будете качать долго, но если вдруг вам повезло на его копии, и вы не знаете в принципе, какого героя выбрать из Героев Света, то можете присмотреться к Рассову. Этот герой также очень сильный на старте будет как в ПВП, так и в ПВЕ. Он отличный урон наносит также на боссах. Что касается Земель Печати, то он в соло, можно сказать, закрывает 20 уровень. Но опять же, так как это Герой Света, он стоит на последнем месте. Но по силе он очень-очень крут. Далее, друзья, что касается Героев Поддержки, это герои универсальные. Здесь очень большой выбор, как вы видите. Начнем с Сяшки. Сяшка это герой, который бустит урон на боссах. Она накладывает метки, которые значительно повышают входящий урон цели. И они действуют весь бой. Поэтому, если вы хотите добиться максимального урона в ПВЕ, то обязательно ее крафтим. Далее, второй герой, который также очень сильно бустит урон в ПВЕ, это Дрейк. Дрейк используется не только на боссах, но и также во всем остальном контенте. Он, в принципе, универсальный герой. И его особенность в том, что он убирает абсолютно все защитные свойства цели. За счет чего вы начинаете наносить огромный урон по тем же боссам или же в ПВП, во Вратах Пустоты и в остальном контенте, который вы только сможете найти. Далее у нас идет Роган, который просто бустит урон. Позволяет вашим героям хилиться за счет его бафа кровожадности, по-моему, он называется на русском. В общем, максимально крутой саппорт леса, которого тоже можно смело крафтить. Особенно, если вы выбираете Сяшку как первого героя. Следом у нас идет герой леса Эливия. Тоже максимально крутой саппорт, который повышает выживаемость вашей команды, повышает урон, который она наносит по цели, под эффектом сужения Эливии. И герой максимально разносторонний. Вы ее можете использовать, в принципе, в любом контенте. Очень крутая, поэтому смело также крафтим. Далее у нас идет Круз. И это единственный герой в данном списке, который не обладает воид-наукой. То есть вы ему не можете прокачать воид-науку после 15 звезд. И это его и приколюха, и особенность. В том плане, что вам не нужно тратить воид-науку на этого героя, а его полезность просто колоссальная. Потому что он заряжает энергию вашим союзникам. Он оглушает всю команду противника. Снижает защиту, повышает урон наносимый. В общем, герой тоже максимально крутой. И его можно смело крафтить абсолютно в любую команду. Чтобы вы понимали, в поздней игре его используют даже самые лютые киты. Потому что с Жезлом Жуи в PvP, когда вы ударяете данного героя и снимаете ему их здоровье до 50% или ниже, он оглушает всю команду. Следом у нас идет Игнис, которая поможет вам пройти землепечати бездны, во-первых. Во-вторых, это также герой, который повышает выживаемость вашей команды, заряжает энергию. Особенно это полезно для веса, если вы будете играть через нее. Ну и не только. Это, в принципе, полезно для любого героя, который наносит урон. Под ту же сяшку она тоже крутая. Помимо этого, начиная с 9 звезд, она дает полный иммунитет на героя, на которого вы ее поставите. Этот герой также зависит от расположения в команде. Если вы хотите забустить, к примеру, ту же сяшку, то вам нужно поставить, ну вот предположим, что у вас сяшка стоит во втором слоте, то вам Игнис нужно поставить в третий. Но единственное исключение есть, если вы ставите Игнис в первый слот, то все свои положительные эффекты она даст на второй слот. Если же он умер, то уже на последующий живой, самый ближайший. Далее идет Аминрашка, это герой, который имеет уникальную механику щитов, которые позволяют переживать, в принципе, любое количество урона. И это работает хорошо как на старте, так и в поздней игре. Это герой тьмы, поэтому собрать вы его со старта, в принципе, не сможете, но если будут попадаться ее копии, то можете ее крафтить. Она вам обязательно пригодится в void контенте и не только. Далее Андрей, это сейчас самый крутой хилер в игре. Конечно, после весы, после хилера превосходства. Но он может даже с ней потягаться, именно по хилу, а не по полезности. В общем, герой света сложно будет скрафтить, но можете делать, если у вас это будет получаться. И герой, который стоит на самом последнем месте в топе, но не по полезности, это Кэрри. Это, наверное, самый универсальный герой в игре. Ее можно использовать на любой стадии игры, в любом контенте. Она просто везде будет полезна. Герой выжигает энергию противника, что не позволяет ему ультовать и тем самым повышает выживаемость вашей команды. Имеет бессмертие. После своей смерти она перерождается и тем самым может впитывать очень много урона. И своими перерождениями она постоянно активирует какие-то механики за счет смертей союзников. И не только. В общем, Кэрри это маст хев герой из фракции Тьмы, поэтому если вы видите ее копии и вам их предлагают, то обязательно забираем. В больших количествах, особенно на второй арене, используется 5 кэрри 15 звездочных. Вы можете это увидеть у китов. Поэтому не стесняемся забирать ее копии отовсюду, откуда вам будут их предлагать. И это, друзья, были самые полезные герои в игре на данный момент. Если что-то будет новое появляться, я буду обновлять данный террелист и буду держать вас в курсе. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддержите это видео пальцем вверх, если было полезно и интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Пишите ваши комментарии под этим видео, с чем вы согласны, с чем не согласны. И обязательно переходите по ссылкам в описании на веса бота. Она имеет огромное количество полезной информации, которая вам пригодится по игре. Увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева фейвеса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня вконтакте или телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.